Громкий скандал развернулся вокруг центрального стадиона Красноярска. Руководство футбольного клуба Енисей, проводящего здесь домашние матчи чемпионата России, призвало власти снести самую большую вместительную арену не только Красноярска, но и всей азиатской части страны. Громкое заявление на днях сделал директор Енисея Владимир Евтушенко. По его словам, спортсооружение уже давно устарело и непригодно для проведения футбольных матчей. Вот фрагмент того интервью. Я прошу наших руководителей края города, снесите вы этот стадион центральный, наконец-то, быстрее поменяйте что-нибудь, сделайте нормальное футбольное, чтобы человеку хотелось прийти. У нас лицо на 67-го года, 21 посадочное место. Учитель Черепийского резерва, я ничего организовать не могу, людей по-нормальному. Мне дают деньги люди, я их забрать не могу, потому что в то дерьмо, которое у нас, где мы находимся, нормальный человек не хочет идти. Сегодня Владимир Евтушенко говорит, что его слова неправильно интерпретировали. Команде придется играть там, где она сейчас играет. И никуда от этого не деться. Когда придет время, есть несколько вариантов того, как это делается. Есть разбирается конструкция, есть взрывается. И я говорил это в том контексте, что мне повезло. Я в своей жизни видел старый Уэмбли, старый Уэмбли, и потом увидел новый. Его в свое время тоже уничтожили, построили новое спортивное сооружение. Мне хотелось бы, чтобы у красноярских футболистов и у красноярских болельщиков появился современный футбольный стадион. Когда это будет сделано? По словам народного архитектора России Орега Демирханова, центральный стадион – один из самых ярких символов Красноярска и гордость нашего региона. Проект был разработан коллегой и соперником Демирханова Виталием Ореховым. Объект достоин охраны на уровне федеральной, государственной, охраняемой памяти к архитектуре. Обязательно он должен быть сохранен, потому что достоинство архитектурное. Прежде всего он великолепно вписывается в пейзаж Красноярского. Он как бы фокусирует всю нашу вот эту межсаянскими отрогами, низменность, на которой расположилось два берега Красноярска. Модель такая художественная, образная, модель Красноярска. Кстати, построили уникальную арену еще в 67-м. Местимость его составляла 27 тысяч человек. В советские годы игры спартакиады и соревнования по мотокроссу здесь собирали аншлаги. В 2005-м после ремонта количество мест на трибунах несколько сократилось – до 22,5 тысяч. Уже несколько лет стадион находится в аварийном состоянии. Закрыты северные и южные трибуны. Это в прошлом году вызвало бурю негодования футбольных болельщиков. На матч Енисея против столичного локомотива смогли попасть лишь 16 тысяч болельщиков, хотя желающих прийти сюда было гораздо больше. По словам президента Енисея и краевого депутата Виктора Кардашова, арена уже отжила свое. Клубу нужен новый футбольный дом со всеми удобствами. Конечно, он морально и физически уже износился. Это, думаю, особенно комментировать не нужно. И я знаю, что планы есть, его реконструкции. И просто невозможно сделать все одновременно. Я могу назвать, что и локомотив переходит в собственность Красноярского края. Мы развиваем сейчас спортивный комплекс «Металлург», где должно для команды появиться поле с подогревом. Там будет манеж построен. Кстати, сегодня на стадионе ведется капитальный ремонт. Заменили освещение. На матчах рабочие стелят по всему периметру новые беговые дорожки немецкого производства. Совсем скоро установят и огромный экран 18 на 5 метров. Всего на ремонт и реконструкцию стадиона в ближайшие два года краевые власти потратят беспрецедентную сумму – более 500 миллионов рублей. Добавлю, что от своих комментариев сегодня отказываются и Министерство спорта, и руководство Центрального стадиона. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мы телефон 292-550-04 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Игорь Лобакин. Афонтово. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова